Поездка парламентских журналистов в Спасский район начинается с Дома культуры в селе Базлова. Здесь фестиваль-конкурс «Миликей». Это праздник в честь 70-летия со дня рождения заслуженного артиста РСФСР Хайдара Бигичева. После татарская Маклакова, памятник обелиск воинам и труженикам тыла Великой Отечественной, а еще в селе совсем недавно открыли новую детскую площадку. Но, пожалуй, самое главное событие этого учебного года в Спасском – открытие центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Здесь, в селе Красный Ватрас, детей обучают игре в шахматы, конструированию и даже знакомят с виртуальной реальностью. Мы были очень рады, что школа у нас выиграла грант. И там софинансирование было из районного бюджета. Конечно, это денежные средства, это уже дополнительные из бюджета мы выделяли. И мы только за то, чтобы поддерживать такие инициативы. Я всегда говорю работникам администрации, руководителям управления наших, заместителям, руководителям образовательных учреждений, культуры, участвовать во всех инициативах, во всех грантах, которые проводит правительство Нижегородской области и даже российское правительство. И поэтому очень рады, что наше учреждение является победителем. Спасский район участвует почти во всех программах и национальных проектах. Например, Центральный парк в селе Спасское благоустроен по программе формирования комфортной городской среды. В прошлом году сдали первую очередь. В этом завершается второй этап. Теперь здесь будут проводить большинство районных праздников. А вот по федеральной программе «Спорт. Норма жизни» и нацпроекту «Демография» на улице Молодежной в селе Спаском установили воркаут-площадку. На ее создание потратили около трех миллионов рублей. Везде есть движение вперед, видны изменения. И самое главное, здесь очень такая хорошая связка, что люди сами уже, и особенно молодое поколение, оно заинтересовано, и оно само подсказывает, что и где они хотели бы увидеть. И, соответственно, потом эта уже задача непосредственно администрации, других организаций, чтобы это все не затухало, чтобы то, что выделяется, оно поддерживалось, оно развивалось, и люди этим активно пользовались. Для клуба парламентских журналистов выезд в Спасский район получился юбилейным, 50-м. Клуб начал работу в 2003 году, и за это время представители ведущих СМИ вместе с депутатами Законодательного собрания объездили всю Нижегородскую область. И в каждый свой выезд журналисты находят для себя все больше тем и видят изменения, которые происходят в районах. Артемий Котков и Алексей Завылов из Спасского района. Время новостей.